Мужчины в самом расцвете сил. Именно с таким контингентом приходится работать наркологу Жанне Киселевой. С четверга 12 ноября пациентов у специалиста прибавится. В Самаре открыли еще два вытрезвителя. Один из них при больнице имени Пирогова. Наши функциональные обязанности входят в том числе и обслуживать вот три вот этих вытрезвителя нового образца. У нас единый коллектив, мы дежурим по разным точкам. То есть сегодня дежурят на Победе 90, через два дня дежурят в пункте свидетельствования территории Пироговки, через два дня на территории Семашка. В учреждении прибольницы Пирогова одновременно могут находиться 8-10 пациентов. Каждый день здесь дежурят по три нарколога. Доставлять пациентов сюда будут полиция и скорая помощь. Также пьяных могут направлять на вытрезвление из приемных отделений больниц. При этом представители Минздрава обращают внимание на существенную разницу между советскими вытрезвителями и учреждениями нового поколения. Если вытрезвитель, это принуждение. Здесь медицинское учреждение. И здесь все делается по согласию пациента. Основное назначение этого структурного подразделения, медицинское освидетельствование, есть палаты вытрезвления. Сейчас в области функционируют пять структурных подразделений наркодиспансера. Три в Самаре, по одному в Тольятти и Новокуйбышевске. До конца года в Сызрани откроют еще одно подобное учреждение. К слову, одними из инициаторов возрождения системы вытрезвителей выступили силовики. Изучив практику советского времени, проанализировав те результаты, которые сейчас складываются, пришли к выводу, что оказывается, что механизм так называемых медицинских вытрезвителей, он работал и приносил пользу. Людмила Данильевна, Алексей Ногинский. Специально для 63.ру.